всем привет начинаем с вами изучать gvt и сегодня вам расскажу о том что это такое и мы с вами сделаем небольшой примерчик собственно говоря если мы наберем в гугле gvt мы попадем сразу же на такой сайт gvt project gvt это расшифровывается как google web toolkit вы можете тут полазить по нему немножко тут есть туториалы документация и так далее нам нам нужен вот этот или get started или вы можете вниз опуститься и нажать download вам нужно скачать download sdk что такое вообще gvt gvt это просто-напросто библиотека которая позволяет превращать java в javascript вот и все то есть все настолько просто давайте я отменю скачку потому что у меня уже все вскачено когда вы скачаете у вас появится вот такой вот файлик только он будет заархивированный точнее такая папочка gvt 282 ну или какая-то другая версия если вы зайдете здесь вот есть набор таких вот файлов все дело в том что в свое время java стал очень популярным java script тоже стал очень популярным и для того чтобы педалить но создавать сайтов и приложения нам нужно знать как java так и java script но в гугле подумали зачем знать сразу много лучше писать нажава и получать java script вот и для этого создали такую популярную штуку как gvt мы сейчас используем на нашем проекте эту вещь и я вам за нее расскажу собственно говоря когда вы его скачете тут все очень просто тут вот набор таких вот жарочек и плюс еще несколько дополнительных файлов вас интересует непосредственно вот этот web app creator он позволяет создавать проект на gvt то есть если я здесь открою какую-то консульку я здесь могу написать в и и тор потом я могу дописать какую-нибудь папочку в которой я хочу создать скажем out темп папки темп я создал свой проект здесь какой-нибудь какой-нибудь коммакс и вот мне если мы здесь посмотрим не что создал создалась папочка темп который будет лежать мой проект я в принципе я очень с удалю смотрите дело в том что вот этот вот путь к вот этой папке добавил себе в паз и у меня всегда вот этот вот файл он всегда ну то точно так же как java точно так же как все он у меня всегда в пути то есть я могу там написать java version java c version так далее java c и java это просто обычные экзо файлы которые у меня всегда находятся в моем базе об этом я рассказал про в самом-самом-самом первом уроке под java я надеюсь вы знаете понимаете как это работает собственно говоря поэтому я могу открыть свою консоль где угодно к примеру в каком-нибудь так в такой папочке и здесь я могу написать web app creator и здесь создать свой проект причем out не дописывать не обязательно я могу без аута обойтись я здесь могу написать просто ком макс и он не просто здесь создавств видите вот создал такой проектик здесь есть такой полезный ритме вы можете почитать который говорит как создавать не просто проект на gvt создавать его скажем под eclipse под мы вам или под ант вот поэтому нам соответственно создавать просто проект неинтересно мы с вами пользуемся обычно мы его на поэтому мы создадим моем для этого нам нужно всего лишь добавить параметром моем и мы его сможем собирать моего ну плюс моего можем в какой-нибудь папочку скажем out app вот в папке app у меня собрала на создался вот такой проект который я в принципе могу собирать с помощью моего на то есть я могу сидим app и здесь моего 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 clean package минус скип скип с и я его могу в принципе собрать вот он у меня сейчас собрется видите собирается и в папке target у меня сейчас тут все скомпилится соберется я смогу это все использовать также я могу открыть этот проект под идеей соберу здесь импорт project выбираю users макс где он у меня app нет не app где и вот ok и как моим проект я могу взять из-за и импортить себе в идею вот собственно говоря он у меня собрался из-под консоли как видите то есть в принципе я его могу запустить то же самое я могу делать и из-под интеллиджи идеи то есть я здесь могу создать проект и я его могу собирать из-под интеллиджи идеи тоже с помощью моего на как видите вот так вот он очень легко может собираться на самом деле здесь есть еще возможность собирать с помощью плагина интеллиджи идея но если вы если вы используете eclipse то есть под eclipse а есть там специальные плагины вот плюс можно просто тупо собрать его там к адам запустить но об этом я вам расскажу следующий раз сейчас мы просто будем с помощью мэйвана то есть мы сегодня рассматриваем самый 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 простой вариант просто тупо запускатель его из-под мэйвана моего запуск из-под мэйвана делится на две части первое это вот скомпилировать это то что мы сделали и второе это запустить чтобы запустить нам нужно использовать специальный мэйвен плагин делается это если не ошибаюсь гвт рам нет дэв мод да вот таким вот образом мы можем запустить специальный гол и у нас сейчас все запустится вот до запустился ну то есть проект у нас запустился на самом деле что произошло сейчас вот этот вот весь проект с которым вы пока сюда не залазьте вам не важно что здесь есть здесь просто вот какой-то тестовый проект о том из чего он состоит мы с вами поговорим в отдельных видео уроках сейчас мы говорим просто о том как вы вообще запустить чтобы хотя бы посмотреть на код хотя бы разобраться с ним так вот есть у нас наше приложение вот тут какие-то файлы папки там на самом деле это модуль нос с модулями мы с вами еще поговорим суть там что есть какое-то приложение на java которая превращает это все в java script собирает варник и запускает его под джейте то есть вот у нас есть джейте джейте это аналог томката если кто не знает многие просто работает на томкайте а джейте не знает вот у него есть одна страничка app html со временем мы расширим данный функционал мы добавим другие странички но пока вот одна страничка и мы можем запустить это в дефолтовом браузере вот я запускаю у меня тут все это компилится мы java превращается в java script запускается это на local хосте и здесь вот такой примитивный аппликейшн который делает просят нас ввести наше имя макс мы нажимаем send у нас просят ввести хотя бы 4 символа будет пускай будет макс send и он нам выдает вот такое сообщение ну как это все работает мы с вами позже разберемся пока суть в том что вот суть что вы должны понимать в том что есть какой-то код на java в данном случае это вот такой вот код чего он делает мы с вами потом разберем суть том что нам gvt выберет компилирует java script мы получаем некий java script который мы можем запускать под браузером и у нас вот здесь все работает ну остальные нюансы мы рассмотрим в следующих видео с этим просто хотел продемонстрировать как создать самый примитивный проект как вас запустить потенциале gd или из-под консоли кстати говорят да еще если мы еще закроем здесь мы перезапустим у нас естественно все умрет здесь у нас тоже все давайте выйдем из-под консоли мы точно также можем сделать из потенциале gd здесь я могу написать gvt и запускать это все не из-под консоли а из-под интелли джейди и вот запустилась точно так же launch default браузер вот все работает как видите ну разные нюансы о том что здесь происходит и какие еще есть способы запуска приложения я вам расскажу в следующие разы на сегодня все спасибо за внимание всем пока